С каждым годом автомобилей в нашем городе становится все больше и больше, а парковочных мест на всех явно не хватает. В ДПС каждый день поступают жалобы на неправильную парковку. Управление ЖКХ администрации города, представители компании Дорекс и Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения провели совместный рейд, чтобы выявить подобные нарушения. Безответственные водители оставляют свои машины во дворах и на улицах. Они мешают обычным пешеходам и автолюбителям, затрудняют работу коммунальных служб. Зачастую снегоуборочные машины просто не могут убрать снег с крайних полос дороги и парковочных карманов. Чебосарцы нарушают довольно-таки часто. Проблемные участки у нас остаются. Это колхозный рынок, авторынок, улица Байдукова, дом правительства, дом мод. Во время рейда долго искать нарушителей не пришлось. С улицы Игнатьева были эвакуированы два автомобиля. У иномарки к тому же не было госномера. Да и машины стояли под знаком «парковка запрещена». Судя по всему, находились они здесь давно. Теперь незадачливые автовладельцы заплатят штраф – полторы тысячи рублей. Расходы на эвакуацию – почти четыре тысячи рублей. Плюс каждый час штраф стоянки обойдется нарушителю в 78 рублей. Уже год инспекторам помогает автоматическая система фиксации нарушений паркон. Теперь инспектор, сидя в машине, направляет камеру на припаркованные, не по правилам автомобили и снимает регистрационный номер. Через 5-10 минут – это время уже считается стоянкой – проезжает снова. Если автомобили остались на месте, водителю придется заплатить штраф. Нарушение парковки на парконе можно за смену снять довольно-таки приличное число. Это колеблется от 50 до 150 на один прибор. Подобные рейды сотрудники ГИБДД считают удачными. Так удается выявить немало нарушений на улицах города. Георгий Казнин, Александр Петров, Республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!